Пришли бабушку проверить, проведать в стационар. Давайте, давайте, короче, я расскажу, что случилось. А там даже есть почищенная мандаринка. Сейчас я расскажу вам, что случилось. Короче, я вчера упала со стула. Я мимо него просто села и упала, и об доску, там лежат у меня доски, видели? И я просто ударилась головой, и все, затылком. И об доску разрубила этот. Я вообще никуда не хотела ехать. Вообще для меня это, ну, пшик. Все как раз кипишевались, вызвали скорую, бля. Для меня это, ну, блин, ну, просто фигня. Кровь потекла чуть-чуть, и все. Татьяна мне сразу обработала раны. Тем более у нас все стояло в этом. А, кстати, да, у меня как раз все в гараже стояло. Перекись стояла, спонжи, все было. Я помню, я знаю. Все сразу обработали. Все нахер, ну, надо. Мне подняли кипиш, вызвали скорую. Господи. Я раздревелась. Я плакала не из-за того, что мне было больно. Я даже не хотела никуда ехать. Я раздревелась. Я никуда не поеду. С чем вы это делаете? Вдруг кому-то нужна больше, чем мне помощь. Я не люблю такого. Такая ерунда. Единственная, ребята, что мне сделали, я вам сейчас покажу. Представляете, мне вот такой турунтул, вот такой, вот такой, пришили кожи. Нахрена? И он у меня теперь, нет, и он у меня теперь, он торчит сзади, блин, он пришит, представляете? Нахрена, блин. Таня, я пойду сейчас сегодня к Тане. Таня будет мне промывать, что-то там надо зайти еще в гараж забрать. Юдоперон. Не, она просто обработает мне все и зальет юдопероном. Она еще говорит, такая, никуда мы не едем, она сама заживет. Сама заживет, а что там, ну блин, ну да, рубленая рана такая, это. Ну такая ерунда вообще, короче. Я не видела глубину, мам. Не, ну я видела фотки, нормально. Она просто долго бы заживала, она просто долго бы заживала. А так мне швы наложили. Которые, кстати, еще надо снимать. Нахрена мне надо. Так ты ревела, ты луками грязными. То есть стояла, собаку погладила и врану. Ланолин. То есть папа там на маму топью гладила туда-сюда. Нет, не Зара этот, Артем. Он меня жалел, Артемка? Он бежит недавно, может, я садлежила его. А, кстати, о, видите? Надо было дать, пусть бы зализывал мне. А когда это было по времени, примерно? Семь часов вечера это было. Шесть. Шесть вечера было. А, Роман же еще не спал. Вы только ушли. Шесть сорок. Я еще просягну, как вовремя, боже, как вообще так? Шесть сорок я вызову скорую. Шесть, так, семь. Ты загнал собаку. Нет. А я собралась ее идти загонять. Я забыла, что ты ее загнал. И я встаю идти загнать собаку и падаю. Почти виноваты. Я виноваты. Виноваты все. Так она вовремя не трогать собаку. Вы еще меня и толкнули. Ты еще через полчаса закроешь. Я помню, как... А, я еще, знаете что, я еще сознание потеряла. У меня это вообще первый раз в жизни. Чувствую, короче, у меня это... У меня, скорее всего, легкое сотрясение, потому что меня покачивает. Я не знала, как я завтра пойду в больницу. Но ради такой ерунды я вызывать на дом врача не буду, конечно же. Я попрошу, наверное, Витальку, чтобы меня свозил. Там еще в больнице, ребята, это было вообще... Я же вообще, у меня рот не закрывается. А тут я в таком возбуждении наревелась, плачу и смеюсь все вместе там. Я еще в таком возбуждении. А, блин, что за кипиш, что вы меня сюда вообще привезли? Как домой добираться? Самое главное, как добираться домой. Это ж тебя скоро туда отвезет, а назад что хочешь, что и делать. Деньги-то у меня были. Да и если бы не было, я бы позвонила, мне бы на карту перевели. Но не в этом суть. Уля, знаете что, мы позвонили Лехе Моторину, и он приехал через полчаса. И знаете, такой, я стою, значит, в процедурке, и меня готовят, то ли... Ну, я не помню, то ли меня готовили, то ли я уже только встала. Только встала, да? И, короче, открывается дверь хирургическая, и Леша такой, где она? И я, Сылька, доктор вообще в ахере, такой, вы куда идете? А где она, блядь? Короче, ты хутор... Цирк на выезде, вообще... О, Леха, все нормально, я сейчас выйду. Стоим в коридоре, стоим. А я рассказала. Она говорит, как у тебя в приемной, я говорю, да. Она сбрасывает трубку, маму снимаем, и может с такими глазами стоить, смотрит за спиной. И выходит Аня Моторина, представляете, она, кажется, лежит... Нет, я знала, что ей сделали операцию, я знала. Но я не думала, что она лежит в больнице, я не знаю, она мне не сказала. И представляете, и она мне... Я думала, у меня глюк, короче, я вообще охренела. Я просто обалдела. Такая, что случилось? Я говорю, блядь. Она такая, я уверена, что она меня едет в БМВ. Он так говорит, Саша вверх. Она такая, а, ну мерц. Саша пиво-бутылку выпил, потому что... И он не ехал. Начали всех обзванивать, короче, кто может. У меня знакомый есть в Абинске. Короче, ну их нахер, никто трубки не берет. А кто взял, там начал отмазываться. Думаю, ну понятно, друг познается в беде. Все ясно. И Леха приехал с городка за полчаса. Он вообще, у него даже не было этих. А, ну хорошо, сейчас приеду. Такой, заодно Аньке там что-то привезу. Думаю, какое... Я вообще не поняла. Охренеть, вообще. Такое переключение было. Приключение. Голова у меня кружится. Это приключение, конечно. Это что, классно. А вы расскажите о том, как мы выехали с поворота, и вы сразу начали орать, что нас в лес везут, а не в блядь. Нас долго везут. Так ехали. Мне казалось, что мы в вечность ехали. Ты понимаешь? Мне казалось, что в вечность. А еще в этой реанимации... Я вообще не нашу. Слушай, я вообще не знаю, как они в реанимации в этой возят людей. Ну, в смысле больных, совсем больных. Она же грохотит, дребезжит. А что происходит? Реанимация. Ну, что-то желтое. Желтое это реанимация. Нет, желтое это обычно. Это не воно, что реанимация. Короче, пофиг, скорая. Там же так... Ну, у меня такое казалось, что мы едем не по дороге. Хотя у нас дорога нормальная. Мне казалось, что мы едем, блядь, по лесу где-то, по полям, по какие-то... По хокке какой-то. И мы едем, и едем, и едем, и едем, и едем, и едем. Соседи Аселона. Мы с тобой ворота не доехали. Она говорит, нас долго везут. Да, это же не по Бинске. Да вообще не хотела никуда ехать. Я не хотела. Я. Это вообще ужас. Она просто подребежала, да? Ой, ужас, как она там звенит древнее. Я понимаю, там стоит это... Господи, каталка это мне на год. Я понимаю, но, блин, все равно так дребезжит все. Соседи повылазили, блин. Кто-то даже на видео снимает. Думаю, что вы снимаете? Я вам так это все покажу. А я кричу всем. Полина снимай, Ульяна снимай, Саня снимай, Таня снимай. Все снимайте, кто может. И вот это сегодня выкинуло вам такую нарезочку более или менее без матов. Там же, блин, ну это вообще кошмар. Просто я упала. Такой кипиш подняли. Боже мой. Соседи уже полгородка знают обо всем. Все звонят. Что там с Ленкой случилось? Ну, господи, вы-то уже откуда знаете? Ну, весело. Ну, приключение такое было классное. Мало... Что там мама? Я говорю, ее волнует только то, снимаем мы или нет. У меня волнует, где мясо. Которое Уля сожрала сегодня. Ты у Тани забрала мясо? Я три куска съела, вон там стоит. Да, что там, вот такой кусочек жира, вот такой я выкинула? А где там хоть один? А-а-а, я не видела. Ну, поди, пара, гряды. А где уху все подорвали? Уха в контейнере, по-моему. Сейчас, Кирюша. А я не видела. Убери зеленушку. Да, и подвеси. Микроволновку вместе с этим. Кому что волнует? А где мясо? Самое главное. Ой, чеканутый. Ну, в общем, вот так вот. Ну, в общем, ничего страшного не случилось, я еще раз говорю, я просто упала. Ну, я в группу свою девчонка, у нас-то там 10 человек от силы, а они уже, наверное, поперекидывали там кто это. Ну, я и ульяне-то не рассказывала. Ни херена себе сразу вознеслось по всему этому. Говорю, да что вы, типа, это, раскидываете все. Я и так все выложу, все всем покажу. Единственное, конечно, Полина, снимать надо нормально, и это. И Сашка тоже вот так держал камеру, это. Надо вот так снимать. Коронка джибель. А там этот рециркулятор, вот этот воздуха висит, которым обезвреживают. А Санек такой, о, глянь, Ленка, коронка джибель, все, у тебя тут не спать, лечь, короче. У тебя тут все нормально. Да он еще смирительный. Он смирительный, потому что я ехать не хотела. Он из смирительного рубашки. Ой, ужас. Ну, вот зачем вот они вот это сделали? Ладно, давай пальцы. Потом, типа, если будет течь, этот Турунтул будет собирать. Пришить коже! Многоножка человеческая, эти его мать. Сейчас я еще попозже потом пойду это. Таня будет перевязки делать мне. Ужас. Что, весело и смешно. Видео выкинула еще до обеда. Опять Ютуб ограниченный доступ. Если бы сейчас вы не пришли, я бы уже не видела, что он мне это. Хлеб на. Соус возьми, надо? Ну, на, на всякий случай. Уха есть еще. Вот я вам насыпала уху, а себе в простой контейнер. Как ты спать у нас что-то показываешь? А, ой, не мой золотой пришел бабушку проведать. Спать неудобно у меня. А, вот я хотела спросить, на одной стороне прокол, на вторую. Не, у меня проколы не болят уже, вообще не болят. Слюнкой. А где колокольчик? Воды надо. Там, в руки. О, короче, вот так, ребята. А ты на спине любишь? Ну, я не очень люблю на спине спать, но для того, чтобы разгрузить позвоночник, я ложусь на спину иногда. Да, он в рот его запихивает. Не, ну этот хоть большой. А тут еще как. А Кирюша жрет. Я тоже хотела, я не видела. Я думала, ты вот тут сожралась. Ну, ладно. Тям, тям. Тям, мама, тям. Ой, так что пойдем к Танюшке перевязываться. Поснимаю тоже. Я ее еще в жопу сюда пришили бы мне. Я видео уже сняла, объяснила, что. Ты понимаешь, я вчера сказала девчонкам, что я шла к собакам и упала. Я до сих пор об этом думаю. Я не помню, что ты приехала, и она решила, что там упала. А я там упала. Да, я не помню. Зато я помню, как я стеряла. Вот это я помню. Потому что я же упала и вставать решила. И чувствую меня так. Бах, и все, и вырубан. Вот это я помню. И мне Натаха сегодня говорит, слушай, так ты определись, как это случилось. Ты вчера, у тебя версия была о том, что ты собаку загоняла. Я говорю, да я до сих пор так думаю. Я не помню. Это мне уже Таня рассказала, что пол жопы на стул не досела. Я же рассказываю, я плакала не из-за того, что мне там что-то, я не хотела куда-нибудь ехать. Башка еще относительно чистая. Но я же вчера мыла ее перед тем, как идти. Да, вот тоже. Ну а здесь сзади, конечно, запеченная кровь. Я тебе вчера вытирала. Ну да, но все равно, ну сильно нет, но... А я макушку. Что ты милая? Попробуй. Доктор Таня, видите? Доктор Таня. И вчера орала Таня степлером мне. Таня, за шей нитками. Никуда я не поеду. Таня, за шей мне сама. Да, блядь, сейчас, говорит, нитки с уголкой тащи. Вера, можно как-то... Я родила ребенка 26 недель, и я прошла вот три месяца в рене, и мать с ребенком, и он меня отстанет. О, скотина. Не, сейчас не надо. Ну еще нет. Сейчас я сама понимаю, что не надо. Я в здравообольничку съездю и сюда еду. Может... О! А что ты делаешь? Печет. А, да? Шипит, пока шипит. Шипит. То есть рано еще есть. Открытое. Конечно, слушайте. За день, как на собаке. На собаке не заросло. На собаке за три дня заросло. И на мне заросло. На три дня. За три дня, возможно. За три дня. За три дня, блядь. У меня зеленые нитки. У меня зеленые нитки. Написано... У меня леска, как леска. Написано в этой... В справке, значит, наблюдение у хирурга по месту жительства. Откуда у нас хирург? Терапист. Терапевт. У нас за хирурга. Хорошо хоть не за гинеколога, блядь. Уже хорошо. Там больно. Смотрите, какую змея Танюша красотку сделала. Как будто турунтул болтается вот так. Я его прям чувствую. Такое ощущение нехорошее. Надо говорить, завяжи платок. И в дом сползет. Хотя я сегодня утром с повязкой проснулась, которую она мне вчера делала. Хе-хе-хе. 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 Знаете, что я хотела сказать? В заключение. Я не знаю, кто был фельдшером скорой. Такая женщина, насколько я помню, черноволосая, такая кучерявенькая, по-моему. И водитель. Ну, тоже. Я его видела, конечно, но я не знаю, кто это такие. Хочу выразить огромную благодарность. Они со мной нянчились, как с лялькой. Я же в истерике. Вот это слезы текут, плачу. Они со мной как с лялей. Я вот сейчас Тане говорю, Таня, ты знаешь, без единого нерва, без единого крика, без, знаете, сказали. Женщина, вам сколько лет? Сядьте себе. Блядь. Они со мной, ну, вообще, прям огромная благодарность. Я не люблю грубости. Если бы они мне грубили, я бы, наверное, еще сильнее грубила бы. Ну, я бы, наверное, вообще раскипишевалась, потому что, ну, я не люблю. И вот огромная благодарность. Это скорая была с Хомской. Даже не скорая, это была реанимационная машина. Я не знаю, кто в этот день дежурил. Это было 10 февраля. Это было 6 часов вечера. Я не знаю, чья смена была, но хочу сказать огромную благодарность. Еще хочу сказать, значит, меня же привезли в Абинское ЦРБ. Тоже спасибо прям, я не знаю, вы знаете, мы цыгане шумной толпой, блин. Я, Ульяна, Полина, потом же еще Аня вышла. Ну, Аня там молча. Я и так там у меня рот не закрывается. А тут в таком кипише, непонятно что, куда делать. Я первый раз вообще хочу тоже выразить огромную благодарность работникам ЦРБ. Вот этого вот, я не знаю, что это было. Это, наверное, скорее всего, вот этот круглых усуточный трампунт какой-то там. Я даже не знаю, что это было. Значит, доктор у меня был, хирург, то ли Гасан, то ли Гасанов. Вот я помню, я у него спрашивала пять раз, как вас зовут, и он не отвечал. Я не помню, короче говоря, помню, что Гасан или Хасан, или Гасанов, или Хасанов, вот что-то такое. Тоже хочу выразить огромную благодарность, тоже без, знаете, без истерик, без нервов, без криков. Он еще со мной шутил, он со мной разговаривал, шутил, девчонок там моих тоже успокаивал. Ну, спасибо, молодец. Я не знаю, ребята, тоже я читаю много за нашу Абинскую ЦРБ, постоянно там где-то что-то, комментарии какие-то пишут, да. Я вам клянусь, я еще ни разу не нарывалась, да не только в Абинской ЦРБ, наверное, я вообще еще нигде никогда не нарывалась на хамство врачей. То ли мне так везет, а извините, я и рожала два раза, я и с детьми потом по больницам ездила, а я и обращалась, ну, не было. Ну, я не знаю, где вы находите эти хамства, это все такое, понимаете. У меня отец в больнице лежал, сколько я к нему, я даже отпуск брала, чтобы ездить к нему каждый день на маршрутке. Ну, не было хамства никакого, ну, не знаю. Ну, в общем, хочу выразить благодарность. Спасибо вам, доктор, за ваши руки. Зашил меня, значит, это, за гламурные ниточки зеленого цвета. Этот турунтул, ну, вообще, идея хорошая, что, если подтекает, то течет на турунтул вот этот, который привязан. Я такой первый раз вижу, вообще, что его пришить можно. Я завтра пойду в больницу, спрошу, может, его снять можно. Ну, блин, ну, неудобно. Я вам хочу сказать, херня какая-то болтается. Таня мне так сделает с меня, мадам Грицацуеву. В общем, вот, благодарна, все, такое, приключение такое, вот, вчера у меня было. Так самое главное, уже все разошлись. Таня осталась со мной одна, уже и Коля к нам приходил, уже ушел там. Ну, дети за полчаса ушли. Все, мы уже убирали. Таня говорит, мы уже даже свет, ну, мы уже свет выключили, мы убирались. А, не, она говорит, мы свет не включили, даже еще не включали. Все поуходили. Короче, вот так. И тут, блядь, нам тебе, куда-то ей надо было срочно. А я вам говорю, я до сих пор, вот я, пока мне там пять человек не сказали, что я со стула упала. Я так и думала, что я пошла собаку отводить и упала. Понимаете? Я до такой степени привыкла, что она меня дергает все время, что я уже боюсь. Гулять я с ней сегодня не пошла, потому что у меня все-таки, скорее всего, небольшое сотрясение мозга. Потому что сознание все-таки теряло, и мне так, головокружение у меня, тошноты нет, но головокружение. Потому что я сегодня четыре часа дня пыталась попылесосить. Чувствую, что-то не то. В общем, такой незапланированный больничный у меня будет. С трудно. Ой, мамочки родные. В общем, вот так. Все, всем пока. Пишите комментарии. Мы будем лечиться, вылечиваться. Зато отдохну. Не запланировано. Правда, вы знаете, можно было что-то... у меня постельный режим здесь семь дней прописан. Я же не могу лежать. Хотя это правильно. Я же еще раз говорю, я встала. Я первый раз встала сегодня около девяти утра. Проснулась, походила, голова такая тяжелая. А потом я опять легла спать. И тогда уже я прям почувствовала, что у меня прям головокружение такое. Стоп, 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 стоп. Иди ложись. И так вот. Вот она катывание. Ну, короче, не знаю. У меня такого никогда не было, поэтому я даже не знаю, как это объяснить. Вот. Ну, все. Так, благодарность сказала. Я еще раз говорю, вот, схомская реанимационка была. И, во-первых, приехали за полчаса. То есть, как раз дорога вот столько занимает. То есть, люди сразу среагировали и приехали. Это раз. А во-вторых, я еще раз говорю, я прям сейчас Тане говорю, Таня, ты понимаешь, я помню хорошо, я с ней... Я с ней... Ааа, сопли текут, блядь, все зацеплено, блядь, не трогай. Я никуда не поеду, я ничего не поеду. как с лялей дробь сказал слышишь ты женщина тебе сколько лет села едем эти прям таки ну молодцы молодцы не доля нервов ничего и тебе сразу легче становишься и еще хирург вот не помню то ли гасанов это фамилия хасанов то ли это имя не помню те кто знают те меня вы наверное поймут спасибо благодарность золотые ручки спасибо за ваше отношение спасибо за ваш юмор это очень помогло потому что я и так боялась шить вот это да укол не там кололи ничего так кстати укол от словника я не знаю завтра сделать поликлинику поеду не на хотя нам делают их там они раз пять лет по-моему да делается нам делают наши медпункте никогда не пропускала я ни разу нас всегда все обзванивают вот прям врачи медпункта нашего которые находятся в екатериновском они прям обзванивают прям или александровна время делать привилочку приходите постоянно сколько лет мне 44 года всегда звонили всегда приглашали я ни разу еще не пропускала поэтому говорят она лишь не тоже не будет короче вот так и лена он и так весело было сейчас вспоминаешь приключение какое-то утро день вечер утро день вечера приключуха какая-то ну все ладно пока пока чаю хочу попить посуду мыло вот я посуду мыть стал чуть-чуть штурманула завтра опять и это не будет мне эти процедуры делать все сколько я буду на больнице на сколько он не будет делать процедуры эти чистить во первых у нее еще наш себе два месяца делала это таня на умеет все всего всем пока не болейте всем здоровичка пока